В предыдущем видео мы с вами разобрали постановку двух задач, разобрали структуру данных. Сейчас же перейдем к реализации выборки данных. Теперь мы будем получать данные и структуру, которую мы ранее с вами создали. Начнем с первого примера, который мы рассматривали. Это каталог зарегистрированных мультивар. Мы с вами рассмотрим два случая получения данных. Получение всех зарегистрированных мультивар конкретного типа. Получение типа, модели, чипа и серийного номера конкретной мультиварки. Оба случая мы рассмотрим в двух вариациях. В случае, когда у нас есть прямая связь и сущность зарегистрированной мультиварки ко всем остальным сущностям. И в случае, когда и если у нас этой связи нет, но выборку необходимо осуществить. Также посмотрим замеры производительности. Сколько запросов дается в том или ином случае. И какой вариант окажется наиболее предпочтительным в итоге. То есть мы наглядно посмотрим, какой вариант лучше. Начнем с получения списка мультивар конкретного типа. В случае, когда у нас есть прямые связи из инфоблока зарегистрированной мультиварки ко всем остальным, то мы просто по ID прямой связи с типом фильтруем. Давайте выберем зарегистрированные мультиварки по типу мультиварки. То есть у нас есть несколько типов. Давайте выберем мультиварки, которые с электронным управлением ID 317. Вот, собственно, у нас код, код компонента, который обрабатывается. Что у нас здесь происходит? Мы выбираем параметры, задаем фильтр, передаем туда ID инфоблока, что элемент должен быть выбран активный, и property type, тип мультиварки, прямая связь, устанавливаем 317. Далее делаем getList, сортируем по ID, и getNextElement, getFills, все выбираем. Теперь смотрим, что у нас получилось. Вот у нас получилось, что была получена зарегистрирована мультиварка, выведены необходимые параметры. Давайте посмотрим, сделаем замеры. Включили отладку. Видим. Давайте несколько раз обновим страницу, чтобы получить средние значения. как видим, в среднем у нас получается около двух запросов на данный компонент. Время генерации составляет 145,00 секунды. Рассмотрим вариант, когда мы не используем наши дополнительные прямые связи. Тут так просто и быстро подойти не получится. У нас есть ID тип, но к этому ID привязана вода. И, к сожалению, по полям связанных элементов фильтровать можно, только если в случае это стандартная поля. По пользовательским свойствам нельзя. Представим, что у нас наших связей дополнительных нету. И мы выбираем только по единственному. Единственные доступные связи, чип. То есть вот эти связи, модель, серийный номер, тип мультиварки, мы игнорируем, у нас их нет. Представим, что мы сделали прямую связь, только необходимые связи, чтобы можно было сделать выбор код. Поэтому в данном случае у нас все меняется. Открываем компонент другой, который отвечает за такую выборку. Здесь, так как у нас модель имеет связь, поэтому мы можем фильтровать по полю Property Type, так как нам известно ID типа. И в итоге получаем массив мультиварок, которые принадлежат к данному типу, то есть которые ссылаются на данный тип. Далее, если у нас получены ID-шники, собственно, мультиварок, мы приступаем к дальнейшим шагам. Но учитывайте здесь, обязательно надо проверять, что у нас вообще что-то получилось. Потому что если не будет возвращено ни одно из значений, соответственно, у нас данному типу не принадлежит ни одна мультиварка, то есть он не связанный. Если мы передаем пустой фильтр, или не передаем значение для фильтрации, соответственно, считайте, что фильтрации по данному полю у нас нету, и выберутся все элементы относительно данного фильтра. То есть в данном случае. Далее мы выбираем серийные номера. Серийный номер у нас в модели связан с свойством символным кодом модель, то есть property-модель, передаем туда массив ID-шников моделей. В данном случае, если мы сюда передали бы пустой массив, либо вообще null, то фильтрация по property подчеркиваем модель вообще не произошла бы. У нас выбрали все серийные номера, которые соответствуют фильтру. Кроме property-модель, у нас здесь фильтрация по ID-шнику инфоблока, и потому что серийный номер активен. Здесь мы также сформировали массив. Сформировали массив серийных номеров. И этот массив серийных номеров передаем теперь, фильтруем по инфоблоку чипов. Здесь у нас у чипа есть связь серийным номером с символом кода number. Туда мы передаем массив серийных номеров. В результате мы получаем список ID-шников чипов, которые имеют связи с массивом предоставленных серийных номеров. То есть это значит, мы получили список чипов, которые по цепочке связаны с нашим конкретным типом мультиварки. И следующим заключительным ходом мы этот полученный массив ID-шников чипов фильтруем по инфоблоку зарегистрированной мультиварки, указываем фильтр property-chip, то есть фильтруем по полю связи символным кодом чип. И в результате мы получаем список зарегистрированных мультиварках и относящихся к данному типу мультиварки. теперь посмотрим, что у нас в результате получается. Открываем страницу. Вот. Имеем тот же самый результат, то же самое. То есть результат возвращаемой данной ничем не отличается от предыдущего раза. Но давайте посмотрим, что у нас по производительности, по затраченным ресурсам. Давайте несколько раз обновим страницу и получим некоторые средние значения. Как видим, у нас в данном случае получается по 8 запросов и время генерации данного компонента составляет 170 в среднем десятитысячных. Что не очень значительно больше в случае, если у нас имеется прямая связь, все-таки ощутимо, особенно время запросов. В первом случае у нас, когда имелась прямая связь, у нас время запрос составляло две десятитысячные, во втором же случае одна тысячная. И время генерации у нас отличается тоже на несколько, на двадцать пять десятитысячных. Это очень незначительные незначительное время и вам кажется, что им можно пренебречь. Но учитывайте, что данный сайт не посещаем, у него нету никакой нагрузки. Данных у нас в инфоблоке в базе данных практически нету. А попробуйте наполнить его десятками тысяч данных, элементов инфоблока, пустить туда посещаемость и соответственно это только небольшая выборка, а сделать множество различных связей, сложных выборок и тогда прирост производительности, уменьшение нагрузки на сервер будет очень и очень существенным.